Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать юбку, при том юбку с таким поясом с завязкой, то есть здесь и полудрапировка, и завязка, все в одном флаконе. Давно не рисовали юбки, и в принципе вот я подобрала такую более интересную модель, более живую и оригинальную, для того, чтобы вам показать, как это можно сделать. Плюс ко всему, эта юбка не симметричная, и мы с вами будем, как и конструкторы это делают, сначала создавать половинку, потом ее разеркаливать, потом ее уже менять в асимметрию. Так что нас сегодня ждет очень интересный эскиз. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, ставить лайки, если вам нравится видео. Каждый вторник мы рисуем эскизы в рамках челленджа 100 эскизов ФВД. Соответственно, мы уже с вами на 25, все остальные найдете в этом плейлисте, либо посмотрите ссылку под видео, я там все это оставляю. Поехали! Я убрала ручки с нашего шаблона, шаблон сможете скачать тоже по ссылочке под этим видео, пожалуйста, переходите, там все вас ждет. И сейчас мы с вами будем рисовать юбочку. Начнем мы ее как классическую юбку с небольшим запахом, а потом уже будем ее корректировать. Убрала ручки, приближаю зону, на которой мы будем рисовать, юбка будет чуть-чуть ниже линии колена. Соответственно, все это мы сейчас в нее заложим. Так, цвет контура черный, единичка, пунктира нет, берем перо. Итак, начинаем рисовать нашу юбочку. Начинаю рисовать симметрично, после чего немножечко будем все корректировать. Соответственно, вот такой момент, она у меня с небольшим запахом. Теперь залью сразу белым цветом, чтобы было понимание, где у меня что, какой слой сверху, какой слой снизу. Делаем раззеркаливание, чтобы две половинки были более или менее. Это будет сверху. И сейчас я вытащу хвостик. Соответственно, этот хвостик будет вот так. Этот хвостик будет вот так. Так, тяну только одну точку. Должна инструментом белая стрелочка, как ее сейчас называют, или direct selection, выделяться только она. И сзади я буду видеть кусочек спинки прямой. Так, это я обозначила. Это моя основа для юбки. А всю красоту мы будем сверху на нее делать такой красивый, как пояс-шарф. Это очень интересно, потому что в иллюстраторе это, ну, как бы не совсем типичное, давайте скажем так, изображение. Но думаю, что все у нас с вами получится, все будет хорошо. Так, инструмент пером. Начинаем рисовать линию. Здесь она будет чуть-чуть свободнее, чем основа. Уберу пока цвет заливки, чтобы я видела, что у меня там происходит. Честно вам скажу, что такие эскизы я не рисую прям вот из головы. У меня нарисована от руки подсказочка. И я на нее подсматриваю, как мне это лучше сделать для того, чтобы было понимание. Конечно же, более простые эскизы я рисую прям сразу, без черновичков. А вот более сложные все-таки использую черновики, потому что, ну, мне так проще. Я так все-таки подумала уже руками, порисовала и, соответственно, знаю, что я делаю. Вот в таком формате, поэтому можете тоже делать черновики. Никто, как бы, вас за это не осудит. Вот такой пояс. Теперь делаем линию перехлеста пояса. Посмотрю, как ее лучше расположить. Вот так. Вот она вот сюда вот так пойдет. Он будет такой более широкий. И вот сюда она у нас вернется. Сюда она замкнется. Сейчас буду править коррелизну. Такая простая, с одной стороны, конструкция, с другой стороны, с интересными элементами. Мне показалось, интересно будет показать, как ее можно отрисовать в иллюстраторе. Пока рисую с прозрачными контурами. Ну, то есть, не заливаю цветом. Но сейчас это уже сделаю, потому что будет это требоваться. Так, и мне нужен нижний. Нижняя часть пояса. Она будет вот отсюда выходить. Так. Чуть-чуть она будет сюда. Сюда. Закрывать эту часть. И вот сюда тоже уходить. Вот так. Сейчас эту часть положу наверх. И залью белым цветом, для того, чтобы вы видели, как оно располагается все. Будем сейчас добавлять складочки. Чтобы оно все было. Вот. В принципе, уже видно, что основа есть. На основе вот этот вот пояс сделан. Собственно, мы уже такой ключевой момент нарисовали. Немножечко пониже. Сейчас будем ее чуть-чуть дорабатывать. Что у нас вот здесь будет? Приближу посильнее пояс. Ну, во-первых, здесь будут мягкие складочки. Даже я бы их не стала прорисовывать линиями. Я бы их нарисовала легкой полутенью объектом. Для того, чтобы она была мягкая. Соответственно, сейчас вот такой полутенью. И прозрачности. То есть она там немножечко у нас загибается. Здесь у нас тоже будет полутень. Потому что здесь все-таки пояс будет перегибаться. И будут от него такие вот штучки переходить. Тоже мы их не можем не нарисовать. Вот полутень будет здесь. Вот здесь будет складочка, которая будет идти. Так. И вот здесь такие маленькие штучки. Это именно что касается у нас теневых таких оснований. спектов, которые мы делаем плоскостью объектами. Тоже сейчас мы... Кстати, степень непрозрачности может быть разной. Например, эта складка более мягкая. Она требует более мягкого восприятия. Здесь более большая такая степень непрозрачности. Поэтому теперь смотрите, для того, чтобы было ощущение объема. Вот здесь же оно сверху лежит, правильно? Здесь будет складка. Вот под этой будет складка. Потому что оно поверх юбки лежит. И не складка, а тень. Тень. Неправильно сказала? Тень. То есть она должна здесь все-таки проходить. И здесь оттенять этот момент. Так, и мы их сделаем такими более густыми. Про густоту я имею в виду более... Сейчас. Ну, такими непрозрачными. То есть непрозрачность, чтобы она была достаточно серьезная. Куда у нас еще с вами тень? У нас с вами будет вот здесь тень. И от нее никуда мы не уйдем. Ее обязательно нужно сделать. Ее можно даже вот прям такой темной оставить. Еще будет тень вот здесь. Она будет падать на пояс. На вторую вот эту полу пояса. И вот сюда уходить. Здесь уже можно дать непрозрачность ему. Тоже, чтобы она была там. Вот. Здесь, конечно же, тоже будет теневой аспект. И тоже сейчас ему дадим эффект непрозрачности. И дальше уже в зависимости от того, какая это ткань, нам нужно с вами будет добавлять тени. То есть на шелк мы еще добавим. Да, если это что-то более спокойное, то будет меньше теней. Это уже вот крайне-крайне индивидуально. Я сейчас буквально парочку еще тенюшек добавлю. И я особо не рисовала в этот раз складки кистями. И это более такой взвешенный шаг для того, чтобы показать просто мягкие теневые переходы. Не рисовать их жестко, чтобы они были очень мягенькие. Вот такая у нас с вами юбочка получилась. Вот такая у нас с вами юбочка получилась. Очень интересная. Видно, что пояс сверху, видно, что он перекручен, что он висит. Соответственно, вот такой формат. И теперь мы можем данную юбку сделать там разного цвета, как мы обычно это делаем с эскизами. Можно сделать это однотонно. Ну, например, она будет серого оттенка. Если мы это сейчас все зальем, оно вот встанет в серый оттенок. При этом, видите, сразу серый цвет, он подсвечивается черными тенями, и тени ложатся на свои места. Это как пример. Может быть, сделана заливка другим цветом, какими-нибудь. Ну, вот такая. Сейчас мы это поменьше сделаем. Вот. Чтобы не такое крупное зерно было. То есть уже просто подобрать ткань. Потеряла я, где она. Вот она. Вот. Не такой яркий узор. Может быть... Другой какой-то... Другая ткань какая-то. Так, тихо. Не ушла в режим изоляции. Вот, ушла. Может быть, какая-то шотландка, но она не совсем уместна в данном случае. Да, может быть, что-то такое вот. Вот такие варианты. Получилось достаточно спокойно. Кстати, вот здесь можно у основных элементов сделать контур серым. И таким образом юбку будет лучше видно. Как она располагается. То есть все у нас то же самое. Просто контур я дала серым для того, чтобы лучше видеть, как располагаются тени. А тени в данном случае могут быть намного более глубокими, потому что у нас серая фактура. И для серой фактуры, конечно же, лучше более такие густые, насыщенные тени, чтобы они смотрелись. Но это уже на усмотрение, хотите вы убить или нет. Потому что на более светлых, гладких поверхностях тени будут лучше выступать. А на более темных они будут вот в таком формате. Еще можно что-то для объема делать. Вот эту вот часть заднюю немножко, например, на сером это будет очень хорошо видно. Вот этот кусочек делать потемнее оттенок. И он тогда будет туда тонуть, назад. Такая вот у нас получилась юбочка асимметричная, с поясом, шарфом, завязкой такой. Пробуйте, рисуйте. Тоже не совсем сложно, не совсем просто что-то такое вот на сочетании. Ну вот, конечно же, на таких тканях тоже будет очень красиво смотреться. Не забывайте ставить лайк видео, если оно вам понравилось. Подписываться на канал. И ставить уведомление колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.